уже весна нас на носу жарко уже куртка уже не идет давайте сегодня поговорим как выбрать был у машину то есть мой личный опыт как я выбирал машину но это был неудачный опыт выбора автомобиля так как я сам не знаю то есть саму техническую мозгать систему в автомобиле поэтому выбирал это все на скорую руку без никакой помощи у меня автомобиль машина hyundai accent 96 года покупал я ее в белоруссии за 1000 1100 долларов получается 1100 прийти покажите машину они приехали показали машину это был наверное мали март месяц наверное середина марта но я как обратил внимание на автомобиль и смотрел что арк то есть арки были немного прогнившие машина была на газу то есть сама газовый для газа то есть бак такой именно был обратил внимание но еще так вот грязью за замыла все крыло и крыло было то есть все в грязи и но не видно было где там дырки какие-то сквозные или еще что-то но обратил что арка с арки задние были прогнившие но для меня думаю это будет не проблема то есть это заварить думаю пускай там еще 200 долларов то есть докинул на машину чтобы заварить эти все арки но вы знаете это был очень горький опыт то есть нужно прежде чем покупать был автомобиль да у меня не было ни знакомых не какие-то специалистов я не заезжал ни на и сто не на яму то есть нужно если вы берете такую ответственность покупать был нужно брать специалисты с собой то есть либо какого-то ну то есть друга который разбирается в этом всем автомобилях у меня такого то есть не было сам это все выбирал думану как бы дешево мы выбил покуплю же за стока то есть за 1100 и вот ее купил она получается было то есть сам хозяин который продавал мне техосмотр уже обошел он страховка на нее есть но так как беларуси то есть из ей доллар купли-продажи идет да если я покупаю то мне нужно заново это все делать техосмотр и все остальное ну вот она простояла месяца на на 3 и решился сделать техосмотр техосмотр не первый раз не прошел так как арки нужно было варить потом начал кинулся за эти все арки как это все варить цены космос просто космос и кинулись эти все сварщики давай разбирать смотреть эти все арки не все полностью прогнившие это все крыло это все крылья прогнившие были одно и второе но я уже с горем пополам то есть нашел человека можно сказать по объявлению через контакте ну вот он нет получается две арки заварил наверное мне обошлось это долларов 150 наверно за две арки то есть еще плюс того что я купил арки две арки ездил в минск и купил две арки и плюс он еще заварил а каждая арка поскольку это 80 долларов две арки купил на барахолке и плюс еще работа 150 до 250 где-то 10 долларов отдал за машину потом она простояла машина простояла и внезапно то через месяца три наверно начала троить подстраивать то есть одна проблема не приходит одной может так сказать потом начала троить троение один раз второй раз думаю ну как бы двигатели изнашиваются из-за этого то есть строит ну и давай это все то есть разбирать все датчики взял распечатал весь каталог то есть ну а техническом состоянии автомобиля на hyundai акцент ну собственно каталог толком ничего не дал то есть ремонта никакого ну датчики попроверял и мультиметром и всем остальным то есть датчики были целые и далее то есть на уже и специалиста вызывал специалист посмотрел говорит это свечи потом еще какие-то были версии но в общем это был какой-то кошмар то есть поэтому когда покупаете автомобиль лучше либо со специалистом либо если вы знаете что вы покупаете туда берите либо на из того и эти но сами если вы не знаете автомобиле принцип то есть вы берете с рук это не новое ничего берете с рук поэтому будьте внимательны и осени и по моему про мудохлос это кошмар начала троить начала там еще какие-то именно передряги тормозные колодки потекли тормоза это просто какой-то кошмар вот есть такие машины как говорится ну купил да если она поломалась она не везучая пошло 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 поехала вот сделал капремонт в машине ну то есть капремонт мне недорого обошелся этот долларов наверное где-то так не долларов 50 долларов наверно это очень дешево то есть обратно через знакомый же и сам это все делал этот капремонт двигателем 2 часа вам покажу под капотом какие именно были проблемы какие были причины всего этого поэтому так будьте на связи давайте посмотрим под капот такие работы я делал в этом машине то есть будьте осторожны когда покупаете был автомобиль так но для начала когда я купил автомобиль машину я давайте так эта машина hyundai accent 96 года объем двигателя 1 и 3 когда я купил то есть я сразу выкрутил свечи все четыре свечи они все были засраны то есть черный поэтому это было бы как бы говорится богатая смесь я поменял свечи 0 эффекта то есть как троила таким и троила потом я уже думал это датчик массового расхода воздуха это вот он идет то есть здесь были какие-то кабеля вот здесь шел так вот именно как блок на самом деле это был блок под газ а я не знал об этом и какие-то фишки были я думал это дым датчик массового расхода воздуха это вот этот вот но оказалось то что это фишки не к нему и вообще в этой модели нету датчика массового расхода воздуха вот он датчик массового расхода воздуха идет на 4 контакта то есть я купил и зря потерял время и деньги то есть он здесь вообще не нужен поменял здесь фильтр вот такой фильтр поставил новые свечи как купил ее далее началась она троить думал может где-то форсунки , снял топливную рампу почистил форсунки с баллончика то есть форсунки прыскали но это было не в этом обратно поставил та же проблема троения так что еще здесь сделал холостой ход вот он идет датчик холостого хода здесь стоял бошевский я поставил с газели за газели на hyundai акцент 96 года подходит то есть тоже ноль эффекта как троила так и троит потом здесь была катушка вот с этой стороны она была пробита думал может здесь но все свечи были черные на горе он не может быть из-за одного на все свечи черные поставил новую катушку тоже немало денег но она уже как бы корейская можно сказать оригинал но не знаю далее что я еще здесь менял поставил бензонасос он там старый был почистил фильтр и фильтр новый наверно я купил да фильтр нового на бензонасос и сам бензонасос бошевский брал это не реклама не подумайте об этом потом что еще и здесь на датчики проверял мультиметром вот он идет датчик а нет сначала лямбда зонт вот он идет лямбда зонт поменял его на новый ноль эффекта как троила так и троит что там еще лямбда зонт так ну вроде наверно все аккумулятор но камератор старый был я то есть машину когда купил старый аккумулятор был и когда завожу получается на следующий день уже она не заводится на обратно начал заряжать весь аккумулятор поэтому решил купить новый аккумулятор это уже деньги так что еще здесь все предохранители по проверял может думать это предохранитель какой-то ли что-то еще но дело дошло до того что делали капремонт все дело оказалось в том что клапана засраны то есть когда разобрали двигатель полностью открыли все цилиндры нормальные были в отличном состоянии то есть и выработки не было но клапана были то есть как сажа отбивали даже молотком мы подбивали по зачищали их клапана и то есть все стало на место без строения без ничего то есть один клапан был открыт постоянно и она заливала получается свечи далее смотрел дроссельную заслонку чистил ее тоже самое ну короче я уже знаю все техническую состояние автомобиля поэтому не зря время было потрачено так что еще датчик температуры вот он идет думал уже может из-за него уже начал читать все по отзывам в интернете но тоже все четно так ну поменял тоже кольца поршневые компрессионные маслосъемные ну вроде как и все блин кошмар машина тут засрана вся надо будет убирать но это уже от весна будут здесь это все убирать как бомжат не какой-то так вот такой салон вот он идет это знак аварийный купил на дачу ручки будет по вставлять ручки 1 нет но она есть но на поломалась и там вот мы тоже заказался алиэкспресса с китая поэтому буду менять ручки надо ближе к весне обойду тихосмотр а по поводу арок так арки что как сделали мне арки то есть не были все прогнившие вот это вот часть вот это вот часть она была вся прогнившая и внутри получается самого крыла тоже самое прогнившие это по вставляли заварили здесь ну вроде как нормально это с одной стороны вот так вот получается покрасили хорошо то есть покрасили пошпаклевали и с другой стороны с другой стороны сейчас я покажу как бы машина сама хорошая но просто купил за такие деньги да но вложил очень немерено в нее то есть и уже нет смысла ее продавать даже аризона никто даже не купит за такие деньги за 1100 покупал а продавать а вложил полторы поэтому за две с половиной и и никто не возьмет вот так вот пороги немного прошли опять же надо он уже начинает подгнивать надо будет это все подкрашивать не знаю ну что вы хотели машина 96 года по поводу салона вот так вот салон такой хендай магнитола давай надо влажить это все надо что все это делать еще когда началось строение то есть все датчики были проверены все было норм в норме то есть решил найти о бд разъем для сканировки то есть для диагностики автомобиля он находится вот здесь где вот вот на бд разъем но опять же хозяева взяли его и отключили то есть здесь чек не горит ничего не горит то есть диагностика ничего не дает ни один прибор не дал никакого результата ни диагностики ничего поэтому не спешите менять датчики просто как бы возможно во что-то с двигателем поэтому у меня была такая ситуация что троение это было все проблемы с двигателем то есть на стержнях клапанов были нагары и они не закрывались плотно по зачищалась по это все сделать и то что машина простаивала поэтому это все было троение вот так вот ну все до новых встреч подписывайтесь на канал будут новые видео очень интересные то есть видео о моей жизни обо всем то есть что касается моей жизни моей семьи и главное когда при покупке автомобиля не спешите спешить не надо то есть